Когда Китай вторгнется на Тайвань? Ответ следует искать в Западной Африке. The Telegraph Online Team Warstall 18 сентября 2023 года. Когда Китай будет готов к вторжению на Тайвань? Возможно никогда, но Си Зиньпинь много говорит о войне, и в настоящее время идет наращивание военного потенциала и развитие военно-морского флота страны. Об этом определенно стоит задуматься. Один из сдерживающих моментов для Си заключается в том, что атака, осуществленная через Тайваньский пролив, вполне может рассматриваться самим Китаем как приведение непокорной провинции к повиновению. Но в Западном мире это будет воспринято совсем по-другому. Вполне вероятно, что в этом случае будут прекращены какие-то поставки сырья для китайской экономики. И возможно самой важной из них будет железная руда, лежащая в основе строительства всего Китая. Для создания версии 1.0, то есть первой версии с нуля современного общества, требуется огромное количество железа и стали. В нашей собственной ситуации, когда строительство нового обычно означает снос чего-то другого, старого, образуется большое количество стального лома. Именно поэтому недавняя проблема компании Tata из заводов в Порт-Талботе в Уэльсе, Великобритании, решается выделением 500 миллионов фунтов стерлингов на строительство пищей для переработки лома, а не для производства новой стали. Именно поэтому NewCo, крупнейшая американская столетейная компания, занимается в основном переработкой лома, оставшегося после сноса последней версии общества для строительства следующей версии. На Западе нам в основном не нужно производить новое, мы можем быть зелеными и перерабатывать старое, но когда строишь что-то впервые, как это часто делает Китай, это невозможно. Поэтому Китай зависит от импорта железной руды. Только так он может продолжать развиваться. Импорт идет в основном из Австралии, и война за Тайвань может этому помешать. В настоящее время в Пилборе и других регионах Западной Австралии навалены, в буквальном смысле слова, горы железной руды, которые отправляются на строительство новых китайских городов. Вероятность того, что эти поставки прекратятся после начала военных действий, достаточно велика. Поэтому Китай, скорее всего, начнет военные действия только тогда, когда сможет заменить эти поставки. К сожалению, железная руда – это не просто железная руда, в горном деле ничего не бывает так просто. Есть много месторождений магнетита. Китай добывает его у себя дома десятками миллионов тонн в год. Проблема с магнетитом заключается в том, что он требует значительной переработки, от добычи в породе до плавильной пищи, и его не хватает для удовлетворения всех потребностей Китая. Есть еще один вид руды, называемый токонитом – железистая порода, которая также встречается довольно часто. Само железо, разумеется, довольно распространено в природе. Но на самом деле людям нужен гематит, который также известен как руда, не требующая обогащения перед металлургическим переделом. Это не совсем так, но почти так. Добыть ее просто, зачерпнуть, засыпать в железнодорожный вагон и отправить. И это также та руда, которая доступна в огромных объемах, необходимых для строительства нового Китая. Ну как доступна? Доступна в настоящее время до тех пор, пока австралийские шахты продолжают отгрузку. Но даже в Австралии ее не хватает. Одна китайская компания сама добывает магнетит в этой стране. Таким образом, если Китай вторгнется на Тайвань, он потеряет, по крайней мере, на время, пока уязвленное самолюбие не уступит мерцать деньгам, доступ к австралийским железным рудам. Но если железо так распространено в мире, то, возможно, его можно купить и в других странах. В Бразилии ведется значительная добыча гематита, но его не хватает. Но есть еще один источник. Последнее, по крайней мере, из известных, крупное месторождение гематита находится в Гвинеи, в Западной Африке. Оно похоже на огромные австралийские месторождения. Остается засыпать эти горы в вагоны и отправить их. Этого достаточно, чтобы на какое-то время обеспечить потребности Китая. Китайское правительство настаивает на том, что оно хочет уменьшить зависимость от Австралии. И китайское правительство поощряет инвестиции в этот гвинейский железорудный проект. Это месторождение называется Симондоу. Оно разделено на четыре части. Но первые и вторые участки принадлежат одной группе компаний, а третьей и четвертой – другой. Первая группа включает Сингапурскую логистическую компанию, Китайскую горнодобывающую группу и правительство Гвинея. Вторая – Рио Синта, Китайскую компанию и снова правительство Гвинеи. Участие в логистической компании очень важно. Это связано с тем, что добыча железной руды в данном случае сводится не столько к добыче, сколько к транспортировке сырья. А это означает строительство железной дороги для доставки его на побережье и порта для доставки на судах в Китай. Таким образом, начало работы проекта Симондоу зависит от того, насколько быстро удалось построить 600 километров железных дорог с портовыми мощностями в конце пути. Реализация проекта на протяжении многих лет задерживалась из-за обвинений и контробвинений в коррупции, а также из-за смены правительств в Гвинеи. Последняя смена правительства произошла в результате военного переворота в 2021 году. Все снова остановилось на год. Более циничные наблюдатели, вроде меня, объясняют это тем, что полковники решали, сколько роликсов каждый должен получить. Это же Западная Африка. Но вот появилось заявление нового правительства. Симондоу начнет производство к марту 2025 года, а железная дорога и порт будут готовы к концу 2024. Я бы сказал, без шансов. Даже если проект не уложится в эти сроки, он развалится. Как и в любом случае, проведение инженерно-технических работ, проект можно закончить быстро, дешево и хорошо. Но нужно выбрать из трех любые два результата. В отрасли шепчется, что 2028 год выглядит более реалистичным сроком для создания чего-то, что будет надежно работать в течение десятилетий, на которые рассчитывают. Конечно, может быть и так, что дешево не будет иметь значения, когда на кон будет поставлена военная слава и победы. Си Цзиньпин уже пожилой человек, а у людей, обладающих политической властью, есть такая тревожная привычка – хотеть успеть сделать что-то масштабное, пока они не удалились в небытие. На этом фоне здравый смысл и жизнь других людей редко входят в расчеты. Некоторые специалисты по Китаю также считают, что война может понадобиться Си уже в ближайшее время, чтобы объединить страну и дать отпор тем внутренним силам, которые могут замышлять его отстранение от власти. Но Китаю будет очень трудно вторгнуться на Тайвань, не имея возможности заместить поставки железной руды. А это может произойти только благодаря проекту в Гвинеи. Возможно, поставки начнутся в 2025 году, если Китай не сочтет затраты препятствиям, но более вероятно, что позже. Поскольку я реалист, а не циник, то не удивлюсь, если в военном бюджете Тайваня появятся значительные расходы на роликсы. Все-таки это Западная Африка. Как бы ни развивались события, можно с уверенностью сказать, что когда начнутся поставки руды с проекта Симондоу, риски вторжения на Тайвань существенно возрастут. Тем, кто интересуется Тайванем, неважно, потому ли что это праведная демократия, или потому что он производит большую часть микрошипов для мирового рынка, часто делает она на этом большие деньги для таких разработчиков, как британская компания ААМ. Таким странам и их военно-морским и военно-воздушным силам неплохо было бы следить за событиями в Гвинеи и в частности за проектом Симондоу. Автор статьи Тим Ворсталл, в прошлом трейдер рынка металлов.